Привет, это канал Let's Cop, меня зовут Андрей. Обсудим такую вещь, как Cherry Peak. Нередкая такая ситуация, когда мы работаем в какой-то ветке и совершаем некую полезную работу. Потом оказывается, что эти данные неплохо бы поместить в релизную ветку, либо в какую-то другую, поделиться с кем-то из коллег. В этой ситуации помогает такая замечательная команда, как Cherry Peak. Как это выполняется? Мы сейчас находимся в ветке Master. Вот она, голова у нас находится здесь. А какие-то необходимые изменения у нас лежат в ветке History Branch. Вот они, эти два коммита. Все дело очень просто. Мы голову устанавливаем в ту ветку, куда нам нужно поместить эти изменения. Например, в Master. Мы пишем git cherry pick. И дальше просто копируем хэш коммита и делаем, нажимаем Enter. Смотрим и видим, что в мастере коммит с именем FixLabel продублирован. Самое замечательное... Сейчас я сброшу этот коммит. Самое замечательное во всей этой ситуации то, что необязательно копировать файлы по одному. Мы можем просто указать через пробел все необходимые хэши. Опять проверяем. И видим, что да, в ветке Master у нас присутствуют оба последних коммита. FixLabel и FixHistoryFile. FixHistoryFile и FixLabel. Причем, можно заметить, что оба этих файла пришли именно в том порядке, в каком я их указал в черепике. Естественно, хэши у них здесь уже другие, потому что по факту это уже другие коммиты с другим таймстампом и так далее. Теперь удалим все это дело и рассмотрим еще одну нередкую ситуацию. Оп, неверно. Так, вот 10. Я только один файл удалил. Коммит. Вот теперь гораздо лучше. Рассмотрим такую ситуацию, когда мы по ошибке закоммитили не в ту ветку. Эмулируем такую ситуацию. Vindex. Ну и здесь добавим какую-нибудь информацию. git add commit sm sumfix Смотрим. Дерево. И перед тем, как мы собрались отправлять это на сервер, мы видим, что закоммитили-то не туда. нужно было этот фикс положить в отдельную ветку, а она у нас оказалась в мастере. Удалять как-то жалко. Черепик тут, конечно, можно сделать черепиком, то есть перейти в ветку мастер на один коммит назад. Ну, давайте я продемонстрирую. Делаем git check-out. Оп, неверно. git check-out. Вставляем хэш. И попадаем именно в это место. Здесь делаем git check-out минус b и назовем sumbranch. Че написал? Че ж написал? Проверяем. Вот у нас появилась наша ветка с орфографической ошибкой. Ох, я еще и не туда ее прилепил, да? Ну, ничего страшного. И теперь мы можем просто черепиком скопировать тот коммит, который мы хотели. И видим, что у нас наша орфографически неверная ветка теперь содержит себе этот сам фикс. Теперь мы можем просто перейти на мастера и удалить этот неверный коммит. Теперь, если мы посмотрим дерево, мы видим, что коммит у нас перебрался, остался в ветке sumfix, а в мастере его нету, соответственно. Можно было поступить и немножечко более простым способом без удаления коммитов и прочих махинаций. Возвращаемся в ветку мастер. Производим опять дополнительные изменения, допустим, в файле redmi в этот раз. добавляем, коммитим. Замечательная ошибка. смотрим на наши изменения и видим, что мы опять закоммитили в мастера. А нам нужно было немножечко в другое место. Сейчас мы не будем ничего удалять, мы просто передвинем ветку мастера. для начала создадим новую ветку msb назовем ее redmi fixes проверяем, что у нас все в порядке видим, что ветка создалась в том месте, где она и была нужна. Теперь переходим на ветку мастер внимание это очень важно и делаем reset в этой ветке git reset hard head на один шаг назад проверяем наше дерево и видим, что мастер у нас откатился здесь у нас мастер и redmi fixes были на одном коммите теперь ветка мастера у нас откатилась ровно на один коммит назад а коммит change redmi остался в ветке вновь созданной redmi fixes порядок действий лучше притяживать тот, который я порекомендовал потому что если вы сначала сделаете reset вы просто потеряете данный коммит на самом деле восстановить его можно будет но это тема для другого видео а сейчас лучше использовать этот сценарий на этом все подписывайтесь ставьте лайки пишите свои комментарии больше комментариев больше лайков больше видео всем спасибо всем пока